В Федерации профсоюза в Беларуси работает горячая линия для аграриев. Каждое обращение оперативно отрабатывается. Своевременные выезды на места, изучение ситуации, проверка соответствующих документов, общение с работниками. Звонки принимаются ежедневно с 8.30 до 22. В Бобруйском горисполкоме прошло выездное заседание экономического суда Могилевской области. Причина конфликта – в отказе городской исполнительной власти менять режим работы одного из торговых объектов на круглосуточный. Отсутствие подобного рода магазинов связано и с желанием горожан. Опрос показал – нужды в так называемом ночнике нет. Славянка радует покупателей новой школьной коллекции. Подобрать пиджак, брюки и жилет по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Фабрика уже отшила 70 тысяч единиц одежды. Выбор есть, цена приятно удивляет. Комплект из верха, низа и рубашки обойдется всего в 150 рублей. В тренде – трикотаж, поливискозные костюмные ткани. Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает жители города на информационную встречу День предприятия. 14 августа с 10 до 12 часов двери распахнет Бобруйский кожевиный комбинат. Граждане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. В Могилевской области установлены сроки сбора брусники и клюквы. В лесных массивах за первое можно охотиться с 8 августа, за второе – с 4 сентября. Добывать их нужно способами, которые не наносят вреда ягодникам и не приводят к их уничтожению. За нарушение временных рамок и применение запрещенных средств предусмотрена административная ответственность.